С вами Николай Пименко. В проекте Дата сегодня 30 ноября. Всемирный день домашних животных. В 1931 году на очередном международном собрании, которое проходило во Флоренции, установлена эта дата. Тогда представители различных экологических организаций и природоохранных обществ заявили о готовности организовать разнообразные массовые акции, которые направлены на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за наших любимых домашних животных. Также сегодня отмечается Международный день защиты информации. В 1988 году зафиксирован первый случай появления и «победного» шествия сетевого червя, который парализовал работу 6000 интернет-узлов в США. Ущерб был оценен примерно в 100 миллионов долларов. Эпидемия показала, как опасно безоговорочно доверять компьютерным сетям. Впоследствии были выработаны и новые ужесточенные нормы компьютерной безопасности, которые касаются и кода программ администрирования сетевых узлов и выбора защищенных паролей. Ну а теперь о родившихся. 30 ноября 1667 год. В этот мир приходит Джонатан Свифт, английский писатель. В свой день рождения он завел традицию читать вслух книгу Иова. Возможно, из-за того, что единственной платой за его литературные труды был гонорар в размере 200 фунтов. В 1835 году рождается Марк Твен. Настоящее имя – Сэмуэль Лэнгхорн Клеменс. Американский писатель, журналист и общественный деятель. Его творчество охватывает множество жанров. Юмор, сатиру, философскую фантастику, публицистику и другие. Но во всех этих жанрах он неизменно занимал позицию гуманизма и демократизма. 1874 год. В этот мир приходит Уинстон Черчилль. Выдающийся английский и всемирный политический деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1953 года. Во время бала, который герцог и герцогиня Мальборо давали в своем фамильном замке Бленхейм, их жизнерадостная невестка Джейни Черчилль, будучи на восьмом месяце беременности, но тем не менее присутствовавшая на балу, почувствовала себя плохо и неожиданно разрешилась родами в одной из комнат, которые быстро приспособили под дамскую раздевалку. Громким криком возвестил о своем рождении рыжий младенец. Отпрыск аристократического рода Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, которому суждено было стать легендарной личностью. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1700 год. В битве под Нарвой, в то время эта крепость, которая прикрывала восточные владения Швеции в Прибалтике, армия шведская наголову разгромила русское войско. Это плачевная история для страны. Так начинается Великая Северная война со Швецией, которую Петр затеял, естественно, с целью для того, чтобы добраться до Балтийского моря. Продолжаться она будет 21 год. Плохо подготовленным царским войском бездарно командовали нанятые по случаю иностранцы. Шведская же армия значительно уступала российской по численности аж в три раза, но была хорошо обучена, как это часто бывает. К тому же проявил свой талант тот самый Карл XII. 18-летний король уже тогда успел прославиться как блестящий полководец. Урок, преподанный Карлом, заставил Петра I коренным образом преобразовать русскую армию. Ну и потом победить в итоге. 1794 год. После окончательного подавления антирусского восстания поляков и вступления войск Александра Суворова в капитулировавшую Варшаву, Екатерина II присваивает великому полководцу звание генерал-фельдмаршала. Это было сделано в характерной для императрицы галантной манере. На суворовское донесение «Ура, Варшава наша!» государыня ответствовала «Ура, фельдмаршал Суворов», а еще даровала ему усыпанный бриллиантами жезл, бриллиантовую петлицу на шляпу и семь тысяч крестьян. 1853 год. Победа русского флота под командованием Нахимова над турецким сражением у Синопа. В последнем в истории сражения парусных флотов русская эскадра, шесть линейных кораблей и два фрегата с артиллерией, целых 716 орудий, заблокировала в Синопской бухте турецкий флот под командованием Осман-Паши, который состоял из 16 кораблей. На них было 472 орудия и прикрывалось это все 38 орудиями береговой обороны. После битвы, которая длилась, между прочим, четыре с половиной часа, были уничтожены все турецкие корабли, кроме одного, который спасся бегством. Турки потеряли более трех тысяч убитыми и ранеными. В плен были взяты командующий Осман-Паша, два командира корабля и 200 матросов. Русские потеряли 38 убитыми и 235 ранеными. В этом сражении впервые применена бомбическая артиллерия, то есть стрелявшая разрывными снарядами. 1912 год. В артистическом подвале «Бродячая собака» с чтением своих стихов выступает Владимир Владимирович Маяковский. Принято считать, что это было первое публичное выступление молодого поэта. 1939. Начало Советско-финляндской войны. Войска Ленинградского военного округа переходят в наступление на Карельском перешейке. Немедленно образовано правительство Демократической Республики Финляндия во главе с Отто Куйсинином. Но Зимняя война обернется тяжелыми потерями для Красной Армии. Финская оборона будет прорвана лишь к марту. 12 числа заключен мирный договор, по которому к СССР отойдет Карельский перешейк, часть полуостровов Рыбачий и Средний на севере и будет сдан на 30 лет в аренду полуостров Ханку. О правительстве Куйсинина забудут. А Лига наций еще в декабре признает СССР агрессором и вынуждена будет исключить его из своего состава. 2000 год. Японский парламент принимает закон, который запрещает клонирование человека. Теперь это будет считаться в стране преступлением и караться сроком заключения до 10 лет. В законе говорится, что клонирование запрещается, поскольку оно может нанести серьезный ущерб достоинству человечества, биологической безопасности тела и нарушить порядок в общественном строе. Закон также запрещает внедрение таких эмбрионов в тело человека или животного. 2009 год. Представители ЦЕРН, Европейского центра ядерных исследований, который находится около Женевы, на границе Швейцарии и Франции, объявляют о том, что их детище большой адронный коллайдер, БАК, стал самым мощным в мире ускорителем элементарных частиц. Во время экспериментов, проводимых утром 30 ноября, два пучка протонов внутри ускорителя были разогнаны до невероятной энергии 1,18 ТЭФ, терраэлектрон вольт. Предыдущий мировой рекорд энергии частиц был установлен в 2001 на американском ускорителе 0,98 ТЭФ. Исследуя результаты столкновения частиц, ученые надеются глубже проникнуть в тайны материи, получив самые высокие показатели в исследовании, самые эффективные из когда-либо изученных энергий. Один только вопрос возникает. Если они что-то узнают, это к лучшему или к худшему. И еще об одном событии подробнее 1993 год. Борис Ельцин подписывает указ о государственном гербе Российской Федерации, по которому им становится опять двуглавый орел. Впервые этот самый двуглавый орел как символ московского государства появляется на печати Ивана Третьего в 1497 году. В январе 1472 невестой великого князя московского Ивана Третьего становится византийская принцесса Софья Палеолог. Так герб стал объединенным. В дальнейшем в него постоянно вносились изменения. При Иване IV Грозном на груди орла появилось изображение Георгия Победоносца, символа московских князей. При царе Михаиле Федоровиче над главами орла появились три короны. После учреждения Петром I ордена Андрея Первозванного в герб включили цепь со знаком ордена, а при Павле I еще и изображение Мальтийского креста. Масштабную реформу произвел Александр I в 1825 году. Государственному орлу была придана не геральдическая, а совершенно произвольная форма. Орел имел широко распущенные крылья и держал перевитые лентами громовые стрелы и факел в правой лапе, а лавровый венец в левой. Император Николай I в 1830 году вернулся к традиционной эмблеме, но дополнил ее еще символами царств, которые входят в состав Российской империи. В 1993 после всестороннего обсуждения комиссия, которая была создана для решения этого вопроса, предложила бело-синий-красный флаг и герб золотого двуглавого орла на красном поле. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.